Безопасность стоянок авто, квартирные кражи, посторонние люди, которые заходят в подъезд многоэтажки, в дополнение в свете последних трагических событий в стране возникает проблема терроризма. В стране происходит больше и больше проблем, связанных с терроризмом, с угрозами. С одной стороны, власть и правоохранительные органы предпринимают все необходимые меры для них, чтобы сгладить мероприятие, дать как можно меньше проблем развития и как можно больше огласки. С каждым разом все это менее эффективно происходит, но страна не стоит на месте, тем более сейчас Олимпийские игры, к которым вся страна готовится. И со временем у нас становится все меньше и меньше, а проблем с терроризмом все больше и больше. Все это легче предотвратить, нежели раскрыть. По словам сотрудников правопорядка, камеры слежения нацелены на профилактический эффект. Благодаря системе видеонаблюдения каждый шаг будет находиться под контролем. Видеонаблюдение определенную пользу приносит нам как в раскрытии преступлений, но и не надо забывать, что оно также приносит пользу в профилактике преступлений. И основная цель здесь не как можно больше людей привлечь к ответственности, а как можно больше людей остановить и, соответственно, дать им одуматься, что ты не совершай преступление, потому что совершив преступление, за этим и идет определенные последствия. С чего же начать? Не секрет, все упирается в средства. Впрочем, по законодательству подумать о собственной безопасности должны сами собственники жилья. Поэтому для начала было рекомендовано провести разъяснительные беседы среди жителей. На совещании было предложено обменяться мнениями, выработать правильное решение. К слову, система видеонаблюдения уже установлена в Тамбове, Мичуринске и Котовске. В дальнейшем реализация программы «Безопасный двор» позволит нашему городу шагнуть на следующую ступень – вступить в программу «Безопасный город», которая была разработана в стране в 2009 году. Тогда будет выделено дополнительное оборудование за счет федеральных средств. Председатели домовых комитетов отметили, что это нужное дело. Быть или не быть камером во дворе, жителям каждого многоквартирного дома предстоит решать на собрании собственников, так как двор – имущество общедомовое. Для начала было предложено попробовать новшества на участке от 12 до 17 дома 2 микрорайона. Светлана Даровских, Варвара Павлова, Михаил Уваров. Наш город.